Вы оставляете телефон ночью на зарядку? Да, конечно. Да. А почему? Заканчивается. Быстро садится. А так я за ночь зарядила, целый день хожу. Мобильные гаджеты настолько прочно вошли в жизнь каждого человека, что даже режим дня у них с пользователем общий. Днем работают, ночью нуждаются в подзарядке. Сергей журналист. Он, как и многие, без смартфона, как без рук. Его девайс – это способ быть в курсе всех событий и оперативно получать и использовать информацию. За день много энергии тратит не только он, но и его телефон. Пользуюсь телефоном я практически постоянно. Подключен интернет, ищу в Дубльгисе, где находятся те или иные здания и конторы. То к вечеру он разряжается и вот каждый день на ночь я ставлю телефон свой на зарядку, потому что действительно там уже зарядка остается процентов 20. Привычка заряжать девайс ночью может быть не так уж безопасна. К примеру, в Анапе из-за замыкания в зарядном устройстве телефона сгорел целый корпус детского лагеря Витязева. По одной из версий, ребенок оставил свой гаджет заряжаться под подушкой. Однако эксперты утвердают, что именно от того, как используется и заряжается телефон, во многом зависит его срок службы и безопасность пользователя. Безусловно, есть риск взрывоопасности, такой же, как бензиновый двигатель. Но ни у кого же нет сомнения о том, что это нужно использовать и так далее. Существует также риск возгорания, если устройство используется в неправильном температурном диапазоне, либо подвергается воздействию повышенных напряжений, скачков. Такое может быть при использовании, допустим, некачественных зарядок. За последнее время в СМИ появилась новость о том, что телефоны одной из крупнейших компаний на рынке мобильной электроники буквально взрываются в руках у владельцев. На просторах интернета немало роликов, в которых особо любопытные пользователи собственноручно проверяют, так ли опасны их гаджеты. Некоторые устроили своим смартфонам настоящий краш-тест. И все же, несмотря на обилие взрывоопасных смартфонов на современном рынке, все те же эксперты уверяют, что самовозгорание мобильного устройства скорее исключение, чем правило. Все батареи для смартфонов, сертифицированных в России, проходят сражайший контроль качества и безопасности. И главное, эксплуатировать девайс по инструкции. Евгений Черемухин, Андрей Макаров. Новости на восьмом.